Субтитры сделал DimaTorzok Я, в принципе, для себя понимаю, каких героев мне качать. Но, возможно, у вас вопросы, кого вам нужно качать. Вот, и как раз именно для вас я собрал, вот, как бы мой аккаунт, то есть я что-то разбираюсь в игре. Вот, и я сделал, скажем так, тирлист, который нравится лично мне. Вот, возможно, вам он не понравится, но я сделал тирлист чисто для себя. Вот, и, возможно, кому-то будет тоже интересно в этом плане, потому как тирлисты это всегда крайне субъективное мнение. Но в этом видосе я попробую хотя бы обосновать, почему те либо иные герои стоят там, либо, ну, в том либо ином месте. Итак, предлагаю перейти к самому тирлисту. Вот, и для начала я представляю героев, которые просто БК-коробки. Вот, это всё герои, это банально. Для большинства игроков это БК-коробки. Можете поставить на паузу, посмотреть, где там есть какие-то там, например, зелёные дроллы, которые являются как линки. Но выставлять зелёного дролла как более сильный линк, чем синий дролл, если вы видите, что вам нужен линк, вы можете его вкачать. Если не нужен, можете его не вкачать. То есть, это просто, возможно, там Дерриер, где-то когда-то там пригодится всё остальное. Но в основном, эти герои, по большей части, для вашей в основном игре, это БК-коробки. Банально и просто. Вот, первые пять героев, которые мне открывают мой тирлист, это самые такие забитые герои. Это арена героев. Вот, потому-ка мы сейчас играем арену героев, и есть некоторые юниты, которые именно хороши в арене героев. И, например, Небула Зелдрис сейчас чертовски хорош в арене героев. Так же самое, как красная милоскула. Особенно, если у них в двоих есть релики. Это прикольные герои. Так же самое для архангелов. Если нет ЛР-ной лиски, либо у вас там не хватает вышивалити, это СР-ная красная лиска. Потому что она даёт хил. Зелёный милоскула тоже периодически играет. Вот. То есть, это просто пять героев. В принципе, Небула Зелдриса можно поднять и повыше. Он с реликом очень хорошо играбелен, но я не хочу его никак противопоставлять на данный момент королю-демону Зелдрису. Потому что, да. Эээ, Небула Зелдрис добавляет агрессии. Притом, весьма неплохо добавляет агрессии. Но король демонов объективно просто сильнее. Вот. В игровом отыгрыше. Поэтому Небула Зелдрис я пока оставил в арене героев. Ну, блин. Ребят. Король демонов просто уже объективно сильнее обыкновенного героя, который не сезонка, не фестивалка. А это у нас сам один из самых сильнейших фестивальных героев, у которых есть дэмэдж редакшн. Ну, типа, ну тут уже тяжело представить. Агрессивные демоны могут отыграть, но сейчас не та мета, где агрессивные демоны могут за первый ход заваншотить всю команду. Нет. Падает миллиода с каким-то образом. Всё. Команда рассыпается. Зелдрис не вытянет бой. В то время как король демонов бой вытянет. Вот. Поэтому Небула Зелдрис лично для меня сейчас это арена героев. Притом, очень хороший герой на арену героев. Дальше. Герои для бестов. Это основа. Основа всех бестов. Это красная Маргарет. В принципе, сюда можно запихнуть и синюю Маргарет, но красная Маргарет объективно просто сильнее. И она нужна. Так же сама к синей Мигельда. Это неоспоримо на Христвельге. На олене у нас, пожалуйста, тоже самая змея. На волках это Тонар, но ещё и Фрейер. Но Фрейер, к сожалению, слишком сильный. Он тут не тусуется, поэтому его поднял чуть повыше. Вот. То есть это бесты. Это все наши демонические звери, которые есть у нас. Все четыре основных героя под всех четырёх демонических зверей у нас есть. У нас есть ещё Тёмный Мел, который очень и очень крутой в этом контенте. Особенно на первых трёх. На четвёртом он может играть, но там чуть посложнее. Но на первых трёх он хороший. Он прям реально хорош. Потому что идти 40% дэмэдж редакшена для большинства игроков, это будет просто то, что нужно для плотности вашей команды. Так же самое как Красная Фрея. Релик на Красную Фрею. Там, например, с Альбедо где-то поиграть. Вот. На каких-то волках с Фреей. Пожалуйста. Всё то же самое. Офигенно. Элата. Если там нет марго красным. Вот. Я вначале проходил через Элата. Возможно, у вас нет красной марго. Либо там у вас не получается играть через синюю марго. Там даже Элар марго синюю, да. Можно пробовать через Элату. Тоже играл. Есть видосы на канале. Весьма неплохая. Весьма неплохой герой. Неплохая формация. Тяжёлая. Но с трипл дефт на сопротивление с Линком Тарма она выживает. Поэтому круто. Вот. Зелёная Фрея. Ну, чуть похуже лично для меня. Да, кстати, можно вот так сделать. Поменяйтесь местами. Зелёная Фрея. Чуть похуже для меня. Потому как у неё две карты снимают стойки. А на третьей... На третьем этаже, на второй фазе, там стойки нужно снимать раз в два раунда. При этом это чётко. Вот. Из-за этого зелёная Фрея может немножко затормозить вашу руку. Особенно если вы играете с красной Маргет. У вас слишком много карт, которые снимают стойки. И вам тяжело будет пробивать. Но при этом она всё равно очень крута. Но это лично для моё мнение. Зелёная чуть похуже. Но на два этажа зелёная намного лучше, чем красная. Вот. Дальше. Красная Мигельда. По факту это затычка. Но иногда периодически играет. Матрона для новичков. One Love. Кьюзак. Если вы не переходите на формацию неизвестных. Для фарма, например, то же самого Грифона. Вы можете взять Кьюзака. Но там третий ультимейт нужен. Поэтому он где-то там внизу. Вот. Но в принципе с третьим ультимейтом Кьюзак весьма неплох. Вот. И да, как бы можно было ещё использовать Мелим. Но её, по большей части, нет. У большинства игроков. Но при этом Мелим очень ценится теми ребятами, у которых банально есть Мелим. Поэтому ей очень часто играют на Олени. Вот. В команде там неизвестны и тому подобного плана. Вот. Поэтому Мелим неплохо. Но я не говорю, что обязательно их надо качать. Это вот первую четвёрку. Да. Первая четвёрка и Д'Артаньян. Вот. Это всё, что я могу сказать о первых пятерых игроках. Вот. Пятерых героях. В пачке бестов. Остальные. Ну, типа, ладно, ещё Фрея. Обалденно. Остальные просто, по большей части, ситуативные. Вот. Но я просто не хотел выкидывать их в общий муцар, скажем так. В общий. Просто для бока. Вот. Поэтому откинул их здесь. Дальше. У нас идут басы. Вот. И, понятное дело, это всё зелёные герои. То есть, скажем так, Лиска Донофорский, которая ренхапает карты. Если все герои зелёного атрибута. Дианка, которая, если все красные, ренхапает карты. Гаутер. Всё то, что Рам. Рэм. Извините. Рэм. Она неплоха. На первородном. Потому что играет от бафов. Дианка даёт бафы. Это баф. Всё отлично оно работает. Её сингл носит весьма неплохо дамага. Но это просто, по большей части, фан. Вот. Так же самые какие-то тоже самые Заратрос. Вот. Ей сам зелёный эс, который сильнее. Но некоторым игрокам, я в том числе, нравится Заратрос. Поэтому я её всё ещё здесь оставил. На серого, ну, это Кинг. Либо же, вот, как раз, Мэри. Мэри, ну, это как вариант. Извините меня, для первородного. Всё же, Тонар хотя бы для одного игрока, она нужна. Вот. Так же самое, как Слейдер для красного. Ну, красного баса можно пинать вообще всем, чем угодно. Абсолютно всем, чем угодно. Я пинаю её через команду людей. Без Слейдера, там, типа, с Рокси. Потому что у меня есть релик. И Эрон. Потому что он бьёт по... Бонус по атрибуту. Плюс 20% на все равно стак характеристик. И Микасу ещё туда запихну. И вообще, тема, которая разваливает баса. Там, в принципе, можно формить одним светлым эсконором сейчас красного баса. Поэтому на нём особо зацикливаться я не планирую. Дальше у нас три друидки, которые дают внешку. И, например, если вот последняя друидка, она не особо прям такая важная. Вот. Но её кост валуевный. В то время как четвёртый слот для первородного. Ван Лав. Её пассивка слишком внушительная. Ну, а это, извините, снятие дебафа под Тонар. Тоже как бы нужна. Ну, и для серого баса это четвёртый слот, который даёт постоянно огромную кучу материалов. То есть эти три героя для басов. Именно для басов. Я могу их вообще поставить в первую очередь. Потому что это костюмы. Это реально костюмы, которые прям надо. То есть можно даже вот так вот ранжировать трёх друидок. Потому что это больше всего играется. Потому что она играется в основе на первородном. Ой, на бельмоте ещё. Это как четвёртый слот для малинового и для красного. Не. Для малинового и для первородного. Вот. А это просто на красном играется. То есть, в принципе, друидки эти по две друидки забирают по два типа басов. Это ещё один дополнительный. Но при этом три коста и куча ресурсов для усиления внешки. Если раньше мы такие, ха, хорошо. Ну, усиление внешки я, в принципе, особо никому не качаю. То сейчас усиление костов это ГП. И это важно. Вот. Поэтому сейчас, на данный момент, эти три друидки, ну, две друидки и Алейн. Они чертовски крутые. И они чертовски важные для прокача. Даже не то, что для прокача, а именно для наличия и наличия именно нужного костюма. Вот. Потому что, ну, обыкновенных басов можно фармить в бесконечном. Особенно в бесконечном поиске. И каждый раз, когда вы проходите этого баса, вы получаете один рез усиления внешки. Один. И так постоянно, постоянно, постоянно. И это, это слишком страшно. Потому что, поэтому киты очень любят заседать в бесконечном поиске в поиске красных басов, которые им они не надо. Но при этом их проходить проще всего. Вот. И да, ребят, если вы вдруг не знаете, как проходить какого-то определенного, ну, из обыкновенных басов, там, малинового, красного, либо серого. Зайдите в бесконечный поиск и позовите себе кита. Который там сидит, ищет, чтобы его позвали. И обычно кинд Солянова закрывает вам обыкновенных басов. Вот. Так что не переживайте, найдите себе кита. Вот. С Бельмотом и Первородным там все же придется поиграть. Киты в Солянова не всегда могут сами забирать басов. Поэтому там нужна будет какая-то поддержка. Но на обыкновенных басах вам нужно просто иметь вот этих вот друидах и звать ребят в бесконечного поиска. Идеально. Ладно, идем дальше. ПВЕ активность. И первый герой, по лично моему мнению, в ПВЕ активности, это Кизуна. Это самый сильный герой в ПВЕ. Ну, почти, наверное, самый. Нет, лично для меня, наверное, самый сильный. Баф атаки просто из-за того, что я скину карту. Баф, потому что я скидываю атакующую карту, у меня рандхапается мой баф. И я могу уже заюзать этот баф вполне спокойно. То есть баф просто на статы. Баф на себя на статах и характеристики. Ну, блин, даже ультимейт. То есть это басы, это тот же самый король демонов сейчас, который проходит через Кизуну. И команда, наверное, фестивалей Кизуна. Почему бы и нет, собственно говоря. Там тем Диана, зеленый Гаутер, новый Мел и Кизуна, добрый вечер. Вот. То есть Кизуна это лютая машина. Я не ожидал. Но Кизуна реально обалденная в ПВЕ активности. Это один из самых сильнейших юнитов вообще в принципе в ПВЕ активности. На втором месте это зеленый Артут. Тоже весьма неплохой. Бурс 35%, если я правильно помню. Доп исходящего демоджа на 35% понижение входящего демоджа. Единственная его проблема, он не работает на бестах. Вот. И на басах вроде тоже не работает. Вот. То есть басы, бесты, он не работает. Остальная ПВЕ активность. Он весьма-весьма крут. Так же сама крута, как и Микаса. Но у Микасы куда больше ограничений в плане того, чтобы команда должна состоять из людей. Но если команда состоит из людей, там какие-то ивентовые басы. Вообще на них плевать. Абсолютно все. Просто берете команду людей с зеленым эсканором, либо со светлым эсканором. Закидываете туда, например, какую-то Рокси. Даже без релика. Рокси без релика тоже дамажит весьма неплохо. Ставите дьод, ставите зеленого Артура. Все, пожалуйста, у вас формация, которая может убить практически любого ивентового баса. Банальное просто. У вас не будет проблем вообще в принципе с ивентовыми басами. Если у вас есть Микаса. Но проблема, что три основных ПВЕ кора лично для меня. Два из них это коллабы. И это самая большая проблема. Вот. Плюс там нужны релики на эти коллабы. Поэтому даже если вы их выбили, вам нужно еще сделать на них релик. Короче, это проблема. Это проблема в принципе игры. Так же самое, как Кацит. Но Кацит просто не настолько прям популярный. Вот. Но у него в плане ПВЕ актива крайне хороший потенциал. Поэтому ПВЕ, да. Красный Тарма. Это в основном всякие финальные басы тому подобного плана. Там гильдбосс тот же самый тоже идет туда же под Красного Тарму. Слишком хорошая пасика. Но в принципе Красный Тарма можно было запихнуть его куда-то в ПВП. Но в Архангелы в ПВП сейчас забиты. Оставить его Ашка из-за того, что он офигеннейший. Как Линк. Ну, такое себе удовольствие. Но как Линк он одуренный. Вы в принципе, думаю, все сами юзаете Красного Тарма. И у вас нет проблем с этим. Красная Бруня можно было поставить куда-то в ПВП. Потому что она, например, сейчас союзается в командах обороны в топ-100. Но это команда обороны в топ-100. Серьезно. Сейчас, на данный момент, от Брумгильда и Тюр. Ставите двух героев в формацию. И фарм золота прям очень лайтовый. Вам обеспечен. Потому что у них практически всегда есть викпоинт. У них викпоинт АОЕшный. Они всегда накладывают пассивкой в начале своего хода. Дебавчики. Они бьют викпоинтом. Сносят всех. И вот так вот быстренько за одну карту. Вы забираете первую фазу, вторую фазу, третью фазу. И опять по новой. Вот. То есть фарм голды. И в принципе, такой какой-то ПВЕшный фарм. Надолго. Это, пожалуйста, через Брумгильду Красную. И Тюр на Тюр. Просто чуть сильнее. Он ушел повыше. Вот. Бруня зеленая. Все еще крутая. Ну, я ее закинул сюда. Потому как она, в принципе, юзается. Но это, по большей части, гибос. Вот. Ну, тоже хороша на самом-то деле. Хороша не так, что прям очень. Но все равно все еще хороша. Это можно даже под бесты ее закинуть. Она в бестах, наверное, чуть получше себя раскрывает. Если это под эллату, если что, синюю. Вот. Потому что вот там где-то она играется. Гаутер зеленый все еще очень хорош в ПВЕ-активе. Вот. Но это не просто автофарм. Это, возможно, какие-то тоже активности. Там финальные басы. Тому подобного плана. У Гаутера пассивка очень крутая. И так же самое Гаутер очень крут сейчас. В формациях на Короле Демоне. Поэтому он тоже неплох. Он имеет право на жизнь. Это очень хороший герой. Если вы его не знаете, почитайте его пассивку. И поймете, почему его считают весьма хорошим героем. Особенно с учетом того, что у него есть ранхаб. Вот. Карта. Вот. Дальше. Я сюда закинул двух датафорских лизок. Вот. Синюю я закинул, потому что у нее есть реликвия. И, в принципе, под ее пассивку могут попасть новые юниты. Они получат базу. Красная датафорская лизка. Потому что это один из масс-хевных героев. В плане шпиля Форта Салгалис. На коины Суперпробуды. Которых нам нужно очень много. И это очень валуевный герой. Хотя бы одну копию нужно иметь на аккаунте. Можно без реликвии. Просто нужно получить ее, открыть ее уникальность. Поставить четвертым слотом при фарме коинов Суперпробуды в шпиле Форта Салгалис. И мы, в принципе, забываем о... Ну, у нас меньше проблем с Суперпробудой, в принципе. Вот, становится. Дальше. Кинг просто хороший АОЕ дэмэдж. Иногда нужны дебафы в виде инфектов. Ой, в виде огней. Вот. Ожогов. Я не помню, как их называют. Вот. Кьюшка это старый. Сейчас на новой это Монспиет с реликом. Вот. Они втроем неплохие. Они могут накладывать ожоги. В принципе, ожоги на Гибасе. Очень хорошие. Ну, в принципе, и не только. На Крокшилле тоже неплохие. Вот. Так что их сюда закинуло для того, чтобы они были. Леви. Я считаю крайне устаревшим юнитом. Очень устаревшим юнитом. Даже с чем-то того, что он получил Раран. Но все равно. Сингл-таргет дэмэдж. Всегда скритом в соло-таргет цель. Это круто. Потому что он может скритовать всегда. Мало. Но может скритовать. Поэтому я вот здесь оставлю. У него слишком сильная. Вот эта вот механика. Вот. Поэтому, ну, типа. Никто не критует в сингл-таргет цель, как Леви. Может, что-то чуть сильнее. Но именно, чтобы Гаран там был крит. Не один юнит. Вот. Часовая там идея. Ишуна. Это коллабный, опять-таки, герой. Это она Короля Демонов. И, в принципе, 20% демошедакшена для неизвестных. Это слишком люто. Поэтому она не может быть мусорным героем. В принципе. Она хороший ПВЕ юнит. Не более того, на Короля Демонов. Она сейчас, кстати, очень неплохо так играется. Вот. Поэтому, да. Она имеет свое право на жизнь. Хоть это очень старый коллаб. Ладно. Это было, в принципе, ПВЕ. Активности героя, которые крайне неплохи. Либо просто интересны в ПВЕ-активах. Либо те, которые вообще масхемны в ПВЕ-активах. Типа, как герои на бестов и друидки с костами. Вот. И, в принципе, ПВЕ-герои. Дальше хочу перейти больше именно к ПВП-активностям. И начнем мы сразу с А ранга. Вот. Потому что я не хочу вам палить свой тирлист и то, кто у меня будет на вершине. Вот. Хотя, маленький спойлер. У меня на вершине будет много героев. Потому что сейчас крайне разнообразная мета. Ладно. Начнем с людей. Красный Артур. Есть банальная замена получше в виде зеленого Артура. Рокси. Недооцененная и интересная. Но все равно четвертый слот, который просто разгоняет нам максимальное АЗ. И истощает школу суперприемов. Не всегда играется. Поэтому ей по большей части пренебрегаются. Чем того, что у нас есть очень сильная синяя Рокси. Вот. Светлый Эско не находит себе места вообще нигде и никак. Поэтому он просто, возможно, заиграет когда-то четвертый слот. Но так же самое, как четвертый слот заиграет и... БАН. Красный. Вот. Рагнарёк, который будет увеличить нам сенсу с такой характеристикой. То есть, как видите, Светлый Эско, ну, не находит себе места от слова совсем. И он уже у меня в А скатился. Потому что, ну, я просто, ну... Я вот даже попробовал поиграть с ним, с Мелым ПВП, там, Светлый Бан. Играется вроде бы как даже хорошо. Немножко. Но обязательно первый ход. Нет первого хода. Это Автолуз. И нам обязательно нужно встречаться против каких-то демонов. И у нас обязательно должен быть хороший ультимейт на бане. Для того, чтобы нашего демажа хватало в первом раунде. Для того, чтобы забрать нового миллиона с у оппонента. Если мы не замираем, мы тоже проигрываем. Короче, тема стрёмная. Тема тяжёлая. Поэтому Светлый Бан, ну... Ой, Светлый Эско, он не находит себя вообще в принципе. Эрен перечиски играю, потому что Мелл синий. Новый, который имба арены. У нас есть зелёный Эско. И Эско под Эреном критует хорошо. Потому что у Эрена очень классная пассивка. В плане до 20% вся такая характеристика, когда мы бьём по атрибуту. То есть зелёный бьёт синего. Зелёный Эско бьёт синего Мела. И он его может убивать в первом раунде. Вот, поэтому Эрен ещё может играться. Но это дорогая версия. И это нет. Эстин под команду людей сейчас тоже особо не играется. Либо Рокси, либо вообще там зелёный Артур. Вот, Эстин уже перестал играться. Она уже ушла в А. Мелл. Интересный герой. Всё ещё, но его слишком сильно затмил новый Мелл. Поэтому он падает в А. Чандлер зелёный. Хороший, как... Даже в основе иногда играется для наложения тьмы. То есть именно агр-агра демоны. Но слишком лоу-бэка. Нет реликвии. Тяжело выкачать его в принципе. Потому что это достаточно-таки редкий юнит. Вот, да. Возможно он вас скачан. Но далеко не у всех он вас скачан. В плане того, что там шестого суперприёма. Фулл шкафа. Короче, герой тяжёлый. Герой неуклюжий. Мало БК. И сейчас особо не играется. К тому же, даже демоны, которые играют там. Новый Миллиодас. Король демонов Эстероса. Любят другие четвёртые слота, чем слота демонов. Потому что демоны, а именно четвёртый слот, тачит их на дно в плане БК. А демонов желательно ходить первыми для победы. Вот. Дальше. Ассалт Мел. Не говорили, что он играет. Не знаю, зачем я сюда поставил. Но сказали, что новый Ассалт Мел весьма неплохо справляется с новым Миллиодасом. Особенно, когда тут ходит первый, не успевает убить Ассалта. Ассалт вполне наизе и убивает нового Мела. Не знаю, так это или нет. Но я его просто поставил сюда. Может быть, иногда потащу. Вот. Гислен. Умеет снимать стойки. Правда, новый Мел тоже умеет снимать стойки. Поэтому Гислен иногда играется. Так же самое, как иногда играется и Шалтир. Я понимаю, что не по цвету. Но при этом Шалтир весьма интересный герой. Ехидна. Все еще я видел, она попыталась мне в ПВП. Неплохой герой, который дает базу. Который дает демедж. Редакшн. Который, в принципе, дает инфект для команды неизвестных. Весьма неплохой герой, я вам скажу так-то. С чем того, что неизвестные любят хиль, которая горит. Которая позволяет врагам гореть. И они не хилятся. Короче. Иногда встречается. Это крайне дорогой герой. Но это, по большей части, фан. Гаутер. Это против Архов. По большей части. Вот. Ну, Арки сейчас тоже играют. Мэри на ультраше не ценится сейчас. Но иногда ультраше все же встречаются. Даже Рокси я встречал. Которая дает щиты для неизвестных. Просто дает щиты. Все. И более того. Ультраши. Все еще хороши. Все еще играются. Не поднимая их повыше. Потому что они встречаются очень редко. Так само редко встречается старая лиска светлая. Хотя новая вроде как сильнее. Но некоторые ребята все еще играют на фуловой старой лиске. Потому что она интересней. Значит. Двух фей я сюда поставил. Как раз для того, что у нас появится новый Глокс. В принципе, в Битве Хаоса они и так неплохие. Но, возможно, с новым Элардным Глоксом. Эта парочка заиграет получше. Вот. Дальше у нас Скади. Просто Скади. Она играет. Так же самое, как и Дианка. Для Тюров, Брунгиль, тому подобного плана. Но это топ 100. Это элитка. Иногда встречается. Вот. Поэтому я не смог ее убрать как мусор. Она реально хороша. Вот. Ее релик очень хорош. Дальше. Просто как четвертый слот. Защитный. Четвертый слот. И для людей четвертый слот в виде Джиллиан. Который дает 30% максимального З для Эски. Для того, чтобы тот быстрее собрал суперприем. И кого-то поубивал в команде оппонента. Зеленый Артур в основе. Команда очень плотная. Твига. Это Твигот. Ну и на Уфумище я поставил. Потому что. Ну они периодически играют. Это. Излюбленная тема. Пожалуй стримера. И тому подобного плана. Вот. Дальше. СС Ранг. Да. В принципе вы уже можете подглядеть. СС Ранг. Короче. СС Ранг. Это герои. Которые. Прям получше. Чем Ашка. Но. Не прям такие валуины. Как следующий Ранг. Вот. И. Сюда попали. Чандлер Синий. Потому что стойки сейчас снимаются. Он все еще очень хорош. Его можно покачать. Синий Чандлер все еще весьма неплохой. Вот. Но из-за снятия. Из-за кучи снятия стоек. Он немножко теряет свою валуевность. Вот. Синий Кюзак. Четвертый слот. Но от него периодически уже избавляются. Четвертый слот для архов. Что один. Что вторая. Очень хороши. Фрейр. Да. Фрейра слишком сильный релик. Слишком сильная пассивка. Настакивание бафов. В принципе в ПВЕ контенте он крутой. Однозначно. Да. Слишком хороший герой. Его можно качать. И его нужно качать. Фрейр. Один из прям моих любимцев. Потому что он получился прям хорош. Леви. Это дорогая версия для команды людей. Нужна внешка. Нужен прокач. Просто так он не играется. Ну в принципе против команды демонов. Леви сейчас в команде людей весьма неплох. Поэтому да. Однозначно да. Лост. Упал в SS ранг. Он все еще чертовски хорош. Но есть просто другой мел, который сильнее. Марля. Для команды неизвестных неплохая. Можно потанчить хотя бы один раунд. Отменить АОЕ дэмэдж. У оппонентов. Короче. Хорошая тема. Хорошая мета. Но это крайне дорогой герой. Так же самое к Римору. Просто Римору. Это старый коллаб. Который вообще капец какой дорогой. Ему нужен шестой суперприем еще для игры. Но Марли не нужен шестой суперприем для игры. Но при этом это сезонный герой. Которого вы скорее всего не крутили. Зелдрис упал ниже. Он все еще чертовски лютый. Он играется с Лиской и Баном светлым в формации. Под Нового Мела. Но есть Мэрин с Реликвией. Который. Который сильнее. Вот. Это СС ранг. Которые герои неплохие. Они хороши. Они хороши. Ими можно играть. Вот. Но с некоторыми ограничениями. Либо это четвертый слот. Который прям. Ну. Я не особо хочу разбирать. И дальше. У меня идет ССС. Которые прям. Ну. Очень крутые герои. Сами по себе. Но им нужен кто-то в команде. Для того. Чтобы они играли получше. И мета образующие. ССС плюс. Вот. И если ССС рассмотреть. Как крутые герои. Но они играют с кем-то. Это Айнс под Хелю. Но при том Айнс с шестым при приемом. Даже с первым при приемом. Можно пофаниться. Но нужны прям косты. И нужна прям прокачка аккаунта. И в принципе. Айнс показывает себя сейчас очень хорошо. Вот. Зеленый Артур. Команду людей. Ван Лав. Дианка. Фестивальная пачка. Ван Лав. Эстероса и Марго. Демоны и Архангелы. Соответственно. Это конечно круто. Их можно поставить выше. Как ССС плюс. Но во-первых. От Эстероса любят. Отказываются в команде демонов? Любят. Не отказываются. Но любят. И к тому же. Когда мы играем. Мы не хотим получить много карт. Эстероса в руку. И благодаря этому. Мы не побеждаем. Мы побеждаем из-за его пассивки. То есть. Сам по себе он крутой. Вот. Можно сказать. Что он мета образующий. Но он в большей части играет вокруг более сильных демонов. Агрессивных. Сам по себе он такой в стороночке. Я ничего никому не делаю. Просто у меня есть пассивка. Со вторжением и тьмой. Все. Маргарет. Та же сама. Это стакинг. Мы много карт Маргарет не хотим в руку. Тому подобного плана. Мэрил. Очень лютая сейчас. Но в основном она играет с кем-то. С фестивальным баном. Принцесс с фестивалями. Новым мэлом. Светлым баном. Она поднялась. И очень люто поднялась. Рокси. Команда людей. Тур. Команда неизвестных. То есть это герои. Которые люто играют. В тех либо иных формациях. И они очень хороши. Вот эти герои прям очень хороши. Но мета образующие герои. Которые. Я считаю самыми сильными в игре. Их много. Это. Самый слабый наверное это Нанаши. Потому что он обычно четвертый слот. Но просто. Такой момент. Что Нанаши. Сломан сам по себе. Он дает до 50 процентов. Максимального АЗ. И обороны. Ну то есть. Нанаши. Это сломан. С истощением. Вот это под неизвестных. Это просто. Самый сломанный герой. В принципе в игре. Он не должен быть таким. Валуевным. Неизвестный. Сейчас играют. Исключительно. Из-за того. Что есть Альбедо. Как один из самых сильных. Ладно. Давайте Мело первым поставим. Альбедо там на вторые. На вторые. На вторые роля. Не хочет наставиться на вторые роля. Альбедо не такая. Из-за того. Что есть Альбедо. Который провокатор. И на нашей. Который люто база. Просто люто база. Против него тяжело играть. Маэлька. Ну в принципе. Неплохой герой для Архоп. Вот. Под новую Лиску. Смотрится неплохо. То есть. Новая Лиска. И Маэлька. Играют круто. Хелю. Немножко кайтит. Новый Мел. Но она все еще. Очень хороша. Реально хороша. То есть. Хеля. Как раз тоже. Третий герой. Под неизвестных. И там дальше выбираем. Либо мы играем с Тюром. Либо мы играем с Айнсом. Либо мы играем там. Шалтир. Неважно с кем. Но основа это. На наш четвертый слот. Для неизвестных. Основа это. Альбедо. Хеля. Все. Это крайне тяжелая. Геморная формация. И далеко. Не каждый. Даже. Имея более сильную формацию. С Миллиодасом. Не может обыграть эту формацию. Потому как. Против них. Нужно уметь. Наловчиться. Играть. И только тогда. Получается. Против них. Играть. И обыгрывать. А так. Нет. Вот. Дальше. Эсконор. Который все еще является. Крайне крутым. Он даже сейчас. В фестивальной пачке. Играется как четвертый слот. Банально. Четвертый слот. Потому что он выходит потом. Умирает там. Типа Мерлин. Фестивально умирает там. Мил. Потому что очень агрессивный. Остается светлый бан. Эсконор. Это же команда людей. Пассивка Эсконора. Начинает работать. И мы начинаем выкидывать дэмэдж. Тяжелая. Понятное дело. Крайне неуклюжая. Но ПВК очень хорошая. И в принципе. Команда Эсконора. Сейчас в почете. Потому что. Слишком много сингл таргет дэмэджа. И очень большое разнообразие команд. Потому что я говорил. Туда можно поставить. И Эрена. И Леви. И Рокси. И вторую Рокси. И Артура. И светлый бан. Там один из основных героев. Короче. Тема прикольная. И сам герой тоже крутой. Красная лис. Эларная версия. Постал ее в сломанные герои. Потому что это единственный ПВЕ герой. Который сломан аж прям настолько. Вот. Она даже в ПВП играет. Хорошо. В защитных архах. Если не успевает. Не хватает дэмэджа. Не успеваете разогнаться. Пожалуйста. Вы уже не пробиваете архов. Вот. Понятное дело. Сейчас светлая лиска. Чуть посильнее. Ее чуть больше. Но в ПВЕ активе. Новая Эларная лиска. Это первый Эларный герой. Который вам нужно делать. Не Маргарет. Все равно на ПВП мету. Не Эсконора. Не Ласта. Лис. Элар героя. И я уверен. Что с выходом Глокса. Ничего не поменяется. Эларная лиска. Все еще является. Маскем. Так же самое. Король демонов. С третьего ультимета. Который играющий. Вообще прям. На лайте. И даже с первым супер приемом. Он может. Делать очень много грязи. И дичь. Но в команде демонов. При этом же. Светлый бан. Я считаю. Является топ 3 героем. Ну. Хелех. Король демонов. Они в принципе. В одной. Типа. Четвертое место вдвоем делят. Но лично на мое мнение. Вы можете сказать. Что король демонов топ 1. Я не буду с вами спорить. Лично ваше мнение. Я как игрок. У которого 16 лямный аккаунт. У которого много опытов. ПВП. ГВГВ. И тому подобного плана. Говорю. Что для меня. Лично. Светлый бан. Из-за. Огромного количества. Команд. В которых он играет. Является топ 3 героем. Альбедо. Все же. По моему личному мнению. Является топ 1. Героем. А Мело является топ 2. Потому что. Альбедо. Ты понимаешь. Как играть. Это просто. Очень жирный танк. Который. В случае чего. Можешь выдать. Люту дамага. И это единственный герой. Который держит. Неизвестных на плаву. И они играются. То есть. Альбедо. В ПВЕ активе. Крута. Король демонов. Тоже фарринг. Через нее. И Мело. Вот. Мело. Я ставлю. На вторую позицию. Из-за того. Что он. Немножко. Неуклюжий. Бо. Потому что. Там нужно разгонять. Его. Истинную силу. Не все. Умеют на нем играть. У него. Есть. Определенные моменты. В плане. Отыгрыша. Мел. Просто сложный. Вот. Я не говорю. Что вы там. Не умеете. На нем играть. Но у него. Очень много нюансов. И я часто. Когда играю в ПВП. Встречаю. Ребят. Которые. Плохо на нем. Отыгрывают. Я не говорю. Про ботов. Я говорю. Именно про реальных игроков. Которые. Плохо на нем. Отыгрывают. И они. Проигрывают. Мне. Не только. Из-за бока коробки. А из-за того. Что они. Очень плохо. Отыграли. Мелом. И если бы. Не отыграли. Мелом. Правильно. Они бы. Выиграли. То есть. Мел. Лютый. Он топ 2 герой. Я ставлю его выше бана. Потому что. Король демонов. Слишком вкусно. Через него фармится. И в принципе. Это очень хороший. Даже. ПВЕ герой. Новый мел. Но. Альбедо. Лично для меня. Является. Все еще топ 1. Понимаю. Это не торт уже. Но. Все равно. Она слишком лютая. И. Оверлорд. Я считаю. Занимает. Весьма неплохие позиции. Сейчас в игре. Вот. Ладно. Рот. Это был мой. Личный мой тирлист. Вам может он не понравился. Я говорил сразу. Это то что понравилось мне. То что я считаю играбельно. То что я считаю. Стоит покачать для ПВП активностей. Да. И там какой то ПВЕ активности. То же что очень важно. То что. Я выделил лично для меня. В принципе. В комментариях можете писать. Кого я мог упустить. Из всех героев в игре. Потому что героев много. Вот. Поэтому. Пишите ваше мнение. Будет интересно посмотреть. Но на этом все. Полчаса тирлиста. Закончено. Но я попытался рассказать. Про каждого героя. Почему он здесь стоит. И почему он стоит не выше. А не ниже. Вот. Ладно народ. Спасибо за внимание. Увидимся когда нибудь завтра. Либо в каком то новом видосике. Но это у меня все. До скорого. Подписывайтесь. С вас лайки и комменты. А с меня. Больше контента. Покедова.